Приветствую всех на канале. У нас началась война трех королевств и у меня возникла одна идея. Все мы давно слышим, что наше пазл комьюнити разделилось на два лагеря. Одни говорят, что Кснольфот лучший в центре, другие же говорят, если в критической массе брать, то есть больше 20-30 штук, то это будет хульда. И я подумал, можно сделать такую интересную историю, сравнить на ВТК. Тапков у нас здесь много и есть возможности для экспериментов, скажем так. Сделаю я это в четырех видео. В каждом видео будет по три боя. В первом, то есть в этом, в сегодняшнем, я буду атаковать трех хульд. Потом в последующем, завтра, наверное, или сегодня вечером еще. Я не знаю, как там получаться будет с этими обновлениями тапков. Это будет три... То есть, короче, будет так. Три на хульду, три на Кснольфота, потом снова три на хульду и три на Кснольфота. Я буду стараться разделить, распределить всех героев как-то так максимально по всем тапкам, чтобы не было там перевеса, например, в сторону хульды по лучшим героям или перевеса в сторону Кснольфота. Буду стараться по максимуму шотить. Я не топлю ни за один центр. Мне кажется, что оба достойны, но их должно быть много. Вот. Поэтому, я думаю, чистота эксперимента не будет нарушена. Я сейчас буду начинать тогда выбирать первую хульду. Команду я буду подбирать без записи, чтобы не занимать времени, не тратить. Потому что у меня очень долго грузятся вот эти все видео. У меня нет Wi-Fi, ребят. У меня только мобильный интернет. И это очень такая тяжелая история для меня, длинные видео грузить. Поэтому и будут они 4 выходить по максимально короткой скорости. Но если бои будут затягиваться, то, в принципе, ничего не поделаешь. Ладно, что. Пойду выбирать первую цель. Я вот тут уже, в принципе, так наприметился. Или на эту, или на... Или вот на эту. Но сейчас еще посмотрю на команды. И определюсь уже окончательно. Есть у меня первая цель. Давайте будем начинать. Взял свою... Одну из любимейших команд. Хотя я когда-то говорю, потом что-то они проигрывают. Ладно, давайте поехали. По старинке. Поскакали. Так, и смотрим. Что у нас здесь на поле находится. На поле находятся камни. Какие-то. Какие-то камни находятся. Желтый кристалл. Что-то там на зеленый намекающее. Но слишком этого всего мало. Я предлагаю все-таки, наверное, начать с этого кристалла и дальше покрутить. Да, да, да. Там зеленые как-то более кучно станут. Так, отлично, хорошо. Ну, супер. В принципе, супер. Ну как. Миньонов я не съел. Это, в принципе, не очень-таки хорошо. Но я думаю, что сейчас мы это все по чуть-чуть... По чуть-чуть как-то наладим. Слишком быстро все выехало. Ну, мы постараемся. Так, сделаем. Хорошо. Хорошо. Теперь я вот думаю, Джан Фея убить или Рубин. Потому что эту мадаму мы камнем снесем. Я думаю, мы сейчас ультанем Рататоскрам. Давай, наверное, все-таки его Рубин, Рубинку. Она, в принципе, одна, семьи нет, уворачиваться не будет, поэтому можно это все так дело реализовать. Да, есть контакт. В принципе, все пока получается. Это не может не радовать. Так, так. Ну, дальше уже, в принципе, можно... Можно не бояться особо. Так. Да, он даже попал. Молодец. Молодец. Ну и добиваю. Ну, все. Хульда открыла счет. 1-0 пока. Пока что 1-0. Интересно, чем это все закончится. Я надеюсь, что ничьей. 12-6-6 будет. Это будет для меня лучший исход. Следующая команда такая. В принципе, команды у меня уже давно были собраны, подготовлены. Но не конкретно под БТК, под вот этот весь эксперимент. А вообще, я готовился к Хульдам. Думал, что они все-таки встанут в оборону. Но, как оказалось... Ну, пока есть, по крайней мере. Но я думаю, что уже не встанут. Столько времени уже Хульдая существует. Я вот здесь немножечко только поменял. Я забрал отсюда директора Цури и взял все-таки барашку. Директора Цури я приберегу просто для тапков на Хульдам. Да, и мне они здесь, в принципе, мне не сильно так, как бы, и нужны. Вот этот парень может их пробивать через них. Поэтому лучше, наверное, вот так. Мне главное зарядиться вовремя. Дальше там все должно быть хорошо. Поехали. Ну, блин. В принципе, какой ход делать первым, я долго не думал. Так, ага. Она даже вот так решила, да? Не умереть. Странно, кстати, что она не умерла. Сколько у нее ХП? Сколько у нее ХП? 2024. Ну, нихрена себе. А что у нее этот... Плюс 10, плюс... А, вот эти два героя добавляет, да, бомбин ставит? Ох, я даже об этом не знал. Ничего себе. Не, ну, 2024 ХП. Это, конечно, мощно. Мощно. Я не ожидал. Я не ожидал, если честно. Ну, ладно. Я тогда все-таки активирую вот эту Мадам. И вот таким вот... неловким движением. Так. Может, умрешь? Ну. Есть контакт. Хорошо, хорошо. Это очень хорошо. Так. Сначала Фрея, потом Бера, чтобы бабочки Беры подольше пожили. Ну что ж. Ну что ж, ну что ж, ну что ж. Ну, я предлагаю тогда сделать кристалл. Пускай будет. Он точно не помешает. Так. Ну, ты решил туда ударить. Ну, ладно. Ладно. Хотя лучше было бы, если бы ты ударил куда-то в центр. Так. Кому сейчас следующему будем давать ультовать? Давайте Джон Фея, а потом попробуем барашкой вот это вылечить. Нам нужно просто максимально... максимально с его выиграть, чтобы мы здесь ненароком не проиграли. Ну, лечение мне пока не нужно. Хорошо. Ладно. Давайте снова тогда желтых. Есть контакт. Так. По краям решили бить. Ну, ладно. Ладно. Ну, что вы там потравитесь понемногу. Поэтому я уже не переживаю здесь, что может быть какое-то поражение. Так. И опять же... Так. Пока все идет хорошо. Пока все идет хорошо. Ну, поляна благоволит. Пока о хуйне. Точнее... Точнее... Точнее, X0 ходу, если так сказать. Хотя нет, хуйне. В общем, чтобы я запутался. Так. Вторая есть. Еще третью хочу быстренько организовать, чтобы там никто ее не украл. И... В принципе, на этом будет... закончена первая часть. Третья команда готова. Я немножечко изменил. У меня здесь Мотега был. Я подумал, что... У меня недавно вот этот парень появился. Я его не рассматривал в тапки с... на хуйду. Мне кажется, что он здесь будет такие... профитнее смотреться. Бафа он не ставит сам по себе. Заблокируй двоих. А что нет-то? Будем на блокировке играть. Поехали. Третий тапочек. Не знаю, может кто-то подумает, что... что я наглею, что я третий тапочек скидываю, не имея там, скажем, подстраховок или еще что-то типа этого плана. Но скажу так. Я за это не переживаю, потому что... у многих, очень многих, нету 12 тапков, поэтому... некоторые люди будут довольны сделать... ну, взять какой-то, сделать добив. Поэтому я, наверное, на этот счет не переживаю и не считаю, что я поступаю как-то неправильно. так, ну, наверное, наверное, или вот этот красный с фиолом, либо начать сразу с вот этого желтого с красным. там и какой-то фиол подъедет, ну, в принципе, и так, и так неплохо вроде выглядит. Хотя... Перестала тут нет фиолетового. Вообще-то, вообще-то, вообще-то... Ну, вроде бы, вроде бы нет. Блин, не вижу нифига. Ладно, не буду время тратить. Думаю, стоит вот так запустить. Сделать троечку таки. Теперь... Здесь немножечко дилемма. Как тут правильно поступить? Думаю... Поспешил, поспешил. Ну, ладно. Хорошо, есть зарядка. Фиолетовых. Ну, добьют. Ой, как хорошо. Не, ну, мне реально сегодня везет. А-а-а... Блин. А вот здесь, короче, я... проебался, так сказать. Здесь чистка же нужна. Газель, короче, использовать не буду, значит. Сделаю сейчас вот так. Хорошо. Теперь... Не, топаз не буду пока. Оставлю на x3. Оставлю на x3. Так. Хорошо. Всех заблочил. Отлично. Молодец. Теперь вот так можно сделать. Супер. Ну, я думаю, что это... Шот. Да, отлично. 3-0. Пока что в пользу Хульды. Следующий ход к Снольфа, да. Спасибо вам за просмотр. Напишите, что вы вообще думаете об этом всем. Как вам идея? И что вы думаете? Какой центр все-таки лучше? Ну, может быть, здесь победит другой центр, чем тот, что реально есть лучше. Не знаю. Ну, это же тоже рандом. Вот. Ну, вы напишите все-таки, что вы думаете. Вообще об эксперименте самом. О том, что вы думаете, кто все-таки победит. И как у меня этот эксперимент закончится. С каким счетом там, например. 6-6, 5-4, 2-0 и так далее. Ну, 2-0 уже не будет. 3-0. Спасибо за просмотр. Можете подлиться этим видео, поставить лайк. И... Спасибо. Пока.